Ребят, привет! Прежде чем вы приступите к просмотру этого видео, я должен вас предупредить, о чем это видео. Это видео несет, в первую очередь, развлекательный контент. Познавательно в нем немножечко. Так как я был активным участником этого процесса, колхозинга, мне приходилось снимать, предлагать, какие-то идеи реализовывать. Так что в этом видео есть трясущаяся камера, расфокусировка и не попал в кадр. В этом видео есть грязные слова, которые я попытаюсь убрать. И если это все не оскорбляет ваших чувств, приступайте смело к просмотру. Нам поставили задачу собрать сервер в этом корпусе, корпус который помещается в технический шкаф заказчика, но сконфигурированный сервер в корпус-то помещается на бумаге, а физически нет. Материнская плата, 4 жесткие диска, RAID контроллер, блок питания могут расположиться в этом корпусе, но при установке в жестких дисков, жесткие диски упираются в материнскую плату. Так как это была неожиданная постановка задач, и ранее мы не сталкивались с такими задачами, у нас практически отсутствовал инструмент. У нас было пару отверток, ножницы по металлу, ножовка по металлу и все. На вопрос, когда нужен готовый сервер, нам сказали вчера. Вот с такими условиями мы приступили к модификации корпуса. Итак, допиленный и доработанный сервер возвращается на свои... Вот такой колхоз. Сам ты колхоз. А что это? Как это назвать? Это редник сборка сервера. Редкая сборка сервера? Редник. Деревенщина, то бишь. Да, деревенская сборка сервера. Саташник не войдет, питание само не вставится, надо сюда ближе. Может выбьем? Эти выбьем, надо чуть-чуть сюда его. Только так тогда получается. Ну, чуть-чуть туда можно. Ну, что-то вот так должно быть. Стоять, не нужно так делать критично. У тебя будет вот это крепко. Физикал. Чуть толще, да? Примерь-ка. Вот это. Вот эта штука примерь. Она подойди должна. Вроде нет, попробуй, только не сильно. Нет, не подойдет. Остановись. Я перепутал. Блин, уже мозги не соображает. Вот этой штучкой наверх всегда. Ну, что, надо тогда где-то... Вот так крепить. Да, вот так вот нужно. Потому что нельзя нам ориентироваться... Ну, тогда нормально просверлить. Ну, вот смотри, прям по черной тогда получает. По черной какой? Что сверлить-то? Крепеж вот этот имеешь в виду? Да, да, да. Накернить дырь. Колхоз продолжается. Это вообще пипец решение. Да. Декоративная штука. А красить можете ее в черный свет? К сожалению, у нас краска из баллона кончилась. А грунтовать-то будем? Да я, блядь, из двух кусков железа сделал бы пиздец. Так нормально? Да, дальше. Две дырки мы, допустим, засверлим, а те, блядь, довольно сложно будет. Я хуй на это. Можно, блядь. Съест она на нас место, нет? Есть. Она практически еще не ест. Практически. Просто вот эту хуй туда крепится. А с этой стороны, например, прям в середине кулера вот сюда в хуй их садить. И зачем? Ну, чтобы к той стенке держалось, а здесь только две дырки сделаем. Ребята, а не проще тогда, если вам нужно? Вот эти две дырки будет сложно просверлить, потому что... Какие две дырки сложно будет просверлить? Которые к краю. Нормально просверлим. Мы, смотри, снимаем вот эту хуй, вот эту хуй полностью рамку. Хоп, и нормально сверлим. Видишь, инфортер? Чего ты? А где ты такой блядь что взял? На съемку есть? Да. На съемку. Вы хотите сказать, что я отверстиями промахнулся? Да. Ребята, что вы делаете-то? Не знаю, сейчас я у друга посмотрю, что он там делает еще раз. Чуть-чуть не переделал дырочки. Ну там одна вот эта кривая была. Как ты кричал там? Как будто делаешь новый корпус? Проще сделать новый корпус. Ага. Ох, по-моему. Ну-ка. Солидо. Типа вот так это должно выглядеть. 15 сантиметров. А, 19 сантиметров. Может быть, тогда какой-нибудь образец у нас найдем? Вот эти болты от ушей, короче, ничего не мешают никому. Так, от ушей не мешают. Отлично. Там мать прикреплена. Мы будем здесь... Электрический пофетик положим. Самим креплением, сучка, упирается. Поэтому я предлагал, можно сперить крепление и новочину приклеить вот к этим железкам. Короче. А во что мы... Не-не-не, стопэ, стопэ, стопэ. Можно сделать, знаете, как? Можно сделать здесь одну дырку, близко-близко, вот здесь где-нибудь. Одну, не две, а одну. И потом вот эту хуйню пополам. Ну, сделать в половину меньше, а дырку сделать одну. А чем она утыкается, во что? Вот эту хуйню. Во что? Об эту грань. Самой заушенную. Чего не хотели спилить полностью? Кого? А держаться она за что будет? А сюда всадим болт и прикрутим сюда его, к боку. Как ты к боку его сюда прикручишь? Я же вам предлагал, что железка вот эта была. Где в вентиляторе? А, во, я понял. Он к лицу хочет прикрутить. Вот к этому месту же мы не хотели. Ну, не к этому месту я хотел, а где была... Смелее. Смелее. Смелее, это все образцы. Можно вандалить. Вот, вот через эту дырку можно. Ты через лицо хочешь? Хватит. Бума, через эту я хотел. Вот сюда прям всадить болт ее. Она жесткая, видишь какая? Да, очень. И не теряет место. И фильтр как раз останется от пыли. А там вентилятор, нет, она не так рыпится, вот так. Смелее, как постигну. Как раз между двумя винтами хотел всадить сюда. Да она будет жестко, там два винта, а здесь как раз плетит. Все упираться будет. Я просто люблю развлекаться. Да. Сейчас стол будет... А, нет, не будешь, извини. Просто на моем маленьком экранчике кажется, что ты уже подбираешься к краю стола. Что-то пахнет деревом каким-то, да? Я б сказал. Матерически такой болт можно мы оставить, да нет? В принципе, можем. Потаенный делаешь? Да. Руки бы мне кто сделал. Давай я вам покручу, а ты их поснимаешь. Может, снимем верхнюю, а ты попробуешь эту резьбу нарезать нижнюю? Давай. Ой, льдон. Сюда еще вентилятор съемки. Э, слышь, а что они по центру-то? А что, наркоманы что ли по центру крепить? Матер, давайте примерять ПП, которого у нас нет. Да, согласен. Сука. Как жить, парень? В ожидании приезда вот такого блока питания собрал муляж, чтобы попытаться понять, как это все будет. Вот так это будет все очень сложно. Просто кошмар. Была задумка как-то разместить несколько вентиляторов. Возможно, вот в этом просвете будут установлены вентиляторы. В общем, вот такая вот порнография. Пока что только эмуляция. Трэш и угар. Безумного колхоза, который нас ожидает. Еще не факт, что блок питания подойдет. Там ты что-нибудь интереснее будешь? Пойду. Сюда можно большими болтами этими. С шляпкой большой. Да, наверное? Угу. Начало чистовой сборки, когда уже то самое оборудование, которое должно быть установлено, аккуратно устанавливается в корпус. Появляющиеся мелкие недочеты сразу же исправляются. Да все, все, все. Подожди, подожди, подожди. Надо же стружку-то эту. Может, встряхнешь? Продуем потом его, и все. Так, дожил. Мне кажется, вот это надо снять, ребят. Эту черную направленную. Еще я снял. Лицо, не? Снимаю. Закрутим с этой стороны его. Черт. Да лицо мешает, блядь. Сними ты его. Да не лицо, там вот это мешает. Вот это давай открутим, чтобы не мешалось. И это можно открутить, да. Тогда устала я, отверткая. Из глубины идет домой. Видишь, она уже даже размагнитилась. Так, колхоз продолжается. Выяснили, что приехал блок питания. Приехал блок питания, а у него вот таких коннекторов. Это всего лишь два. Вот сейчас вот фокуса, да? Мулекс 4 пина. И нам не хватает. А нам нужно 4 жестких диска запитать. И, в общем, колхозим. И сейчас уже все устали. Все злые. В общем, я напаял чудо-провод. Но я очень сильно боюсь. Страшно до жути. Не знаю, ошибся, не ошибся. Распиновкой. Поехали, ладно. Если пыхнет, будет весело. Естественно, это жесткие диски, которые с муляжа. Так, этот вращается. Этот тоже. Так, запаха нет. Вроде все отлично. Фу, чуть легче стало. Продолжаем развлекаться. Сейчас вот эти провода, которые я показывал, напаяли. Скрутили красиво. Вроде даже какой-то будет поток кислорода у этого корпуса. Продолжаем решить задачу. Бьют часы на старой башне, провожая день вчерашний. И звонят. Сервак уже третий день собираем. Просто мозг течет уже. Вот и такие песни. Все тут вырезали, высверлили. Короче, кузовные работы можно. Сделайте, чуваки, Христом Богом, типа, порошок. Тут вообще под миллиметражи провод. Миллиметраж. Вот этот провод, видишь, тоже под редь. Миллиметражи. Вообще все хватило. Теперь главное, чтобы мне все заработало. Вот это я переживаю с этого провода. Что, вроде вот так готово? Вот так вот готово. Смешно звучит. Вот так готово. Еще будет вентик, наверное, мы не знаем, сюда будем один ставить. Вентик ты под что сказал? Вентилятор? Вентилятор, да. Ну что, врубаем. Вот так? В голом виде? Ну да, что делать. Ну давай. Таня, видео, да? Так, лампочки горят. Дежурка загорелась. Ну давай, у тебя рука полегче. Клава? Ты уверен, что тебе нужна будет Клава? Все, зарегаем. Полная нагрузка на сервер. Какая кнопка включения? Самая большая. Ммм, как интересно. Не сработало, да? Ну ладно, давай допустим. Неужели каратыш? Стоп, ладно, допустим. С2. Понимаю вот это все, да? Да. Где-то мать каратит. Погоди, стоп. Давай подумаем. У нас не подключено вот эти 8 пинов. В этом месте я должен пояснить, что материнские платы, серверные материнские платы, могут работать с подключением 24 пина. Без подключения 4 или 8 пин. Если в вашей конфигурации планируется очень серьезная нагрузка на процессоры, то подключение 4 или 8 пин обязательно. Об этом обычно пишут на материнских платах. У них есть очень сильная нагрузка. 24 пина должно быть. Ну а вдруг этот какой-то блок, он делает так, что он не хочет. Давай 8 пин тяни туда. В общем, боюсь, что блок не нам будет. Давай, может, попробуем другой блок сюда ватнуть просто? Окей, согласен. Блок питания все заработало. Сервак я этот проверил 8 раз. У нас что, после скрутки неисправен блок питания? А может, он после КЗ, потом... Пока, если какого КЗ? Супер, ладно. Не страдаю. Ну давай с проводами. Так, давай с проводами. Может, не до конца до восстания? Я думаю, я не знаю. Думаю, не знаю, не знаю. Так, ладно, пойдем. Ого! А что это ты у нас заорал? Все работает. Все работает. С ума бы не сойти. Не знаю, в какой шкаф его все-таки запихнут. Какие будут температуры. Очень не хочется отдавать сервер. Не знаю. Как свой родной уже он стал. Без дополнительного охлаждения, которое при вот этой безумной модификации стало отсутствовать. Теперь осталось придумать, ставить сюда какие-либо кулера или не ставить. И снова разобрана лицевая панель в попытке понять, как это все закрепить. Теперь, чтобы был дополнительный обдув. Что-нибудь скажешь по этому поводу? Я устал, я ухожу. Нет, сейчас я тогда... Только посмотрите, какое чудо Сергей Владимирович накрутил. Давай, стартадем. Ой, главное, чтобы это все запустилось. Красиво. Мне, слушай, мне нравится. Просто укладка проводов, дополнительный удлинитель на 8 пинов. Этот меня радует. Вообще, все шедеврально. Я сейчас даже запилю фоточку в Инстаграм. Подключаю. Там сбоку питание еще включено. Знаешь, что был прикол-то в чем? Вот видишь, дежурка горит. А вот эта штука-то, видишь, мигает. И? Ну, смотри, внимание. Привыкли... Привыкли работать с супер-пупер оборудованием. А псевдооборудование-то не знакомо. Но, надеюсь, что он сейчас не будет ругаться пост-кодом или еще чем-нибудь. Здесь я даже, видишь, посвободил, чтобы проводить. Я думал... Ну, так что, будем давать нагрузку? Да, давай. Даже крышку давай сверху делаем. Последним решением в этом сервере было охлаждение. Как его добавить, чтобы винты чувствовали себя комфортно? Не аж даже голос пропал. Насколько этот сервер измотал нервы. Полное колхозное решение. Вот такие болтики, гаечки. Два кулера 70-ка и полтинничек 50-20 М12 и 70-10 М12 теперь охлаждают этот сервак. Финальный взгляд на сервер после 15 часов нагрузки. 15 часов нагрузки на файловую систему. Тест, скажем так, потоков и охлаждения выявил. Отлично охлаждаются вот эти жесткие диски. Вот с этими жесткими дисками здесь дополнительный приток кислорода обдувает только краешек. Здесь тепленькие, но не критично. Чипсет холодный. Радиатор на контроллере холодный. блок питания ему все равно у него свое охлаждение. Ну вот, в общем, нормально. Вот, пожалуй, все, что можно рассказать о этой модификации тире колхоз, он же колхозинг. Все ваши замечания, комментарии, предложения оставляйте внизу под видео. Также ими можете поделиться в группе ВКонтакте, ссылка в описании. Там вообще все социалочки есть. Спасибо, что посмотрели. Надеюсь, было забавно. Всем удачи. Пишите письма. Пишите письма.